римочка привет делай запрос на участие в эфире ребята я сегодня хочу вас познакомить с новым спикером но я думаю что вы ее знаете наверно лучше чем меня даже мы с римой познакомились на автополстаре привет привет вот и я конечно же хочу познакомить вас с римой потому что я еще раз наверно повторюсь я очень приветствую когда выступают новые какие-то спикеры раз рассказывают про свой опыт кто-либо не всем же я много нравится не всем кто-то еще нравится вот и мне очень понравился подход рима когда мы с ней общались привет римочка вот когда мы с ней общались очень очень тесно начали общаться на марафонах на марафонах это понятно что все начинают очень тесно общаться и мне очень понравилась ее тактика то есть у нее нет такого знаете вот как у многих людей бывает что боятся обидеть боятся нагрубить боятся что-то сказать не то человеку чтобы он не дай бог не то подумал рима так достаточно экологично показывает человеку на его внутреннюю вот эту вот бездную дыру знаете когда бывает такое что человек вот теряется вот ему ничего не охота опускаются руки вот он не знает куда себя деть к чему прикрепить и вообще что дальше делать мне очень понравился времен подход она очень экологично его опускает до самого дна и очень тактично помогает ему выбраться самостоятельно то есть она показывает ему его пути и это конечно очень здорово Светлана подскажите как мыться при сухих днях ребят моетесь при сухих днях как обычно единственное что если вы длительное время на сухих днях находитесь то кожа на какое-то время пока не дала свой свое масло этот вот твой жир она становится очень тонкой и как пергамент какое-то время и из этого она начинает шелушиться и даже в некоторых местах чесаться а если не на сухих то делать с лавруншкой тогда себе настоя если на сухих днях то сделайте ванну с лавровым листом то есть лавровый лист ядрено ядрено завариваете запариваете и потом в ванну просто выливаете этот раствор и всю вот эту вот чесотку все ваши вот эти вот неприятные ощущения с кожи она все снимается и это очень классно лимочка привет здравствуй добрый вечер всем расскажи пожалуйста как долго ты в этой теме и чем ты вообще занимаешься что я знаю что у тебя направление очень много и массажей и что ты занимаешься какими-то еще энергиопрактиками если я не ошибаюсь ну то есть у тебя такой достаточно глобальный подход расскажи пожалуйста в практиках по очистке организма я собственно ну я со студенчества познакомилась с поль брегом и если мне сейчас уже даже не знаю говорить и возраст или нет если сейчас мне уже достаточно много когда принимают пионеры после определенного определенной выслуги лет то я чистилась потому что я была легкая атлетка я бегала мне нужно было легко бегать и быстро это раз а вот именно познакомилась дальше уже с я с каскадным голоданием вот с этими днями и так далее но с автономией я знакома всего лишь вот 5 ноября будет год то есть именно когда объединяется не не единение с непитием и плюс еще с депривации сна это мне вот только в ноябре стала знакома и я практиковала в течение года много раз но то что я получила на марафоне у тебя света я я даже не знаю но это было просто на одном дыхании светочка это было так легко и так мягко деликатно интересно захватывающее плюс еще волшебно я ну не знаю я я хочу еще и у меня ну вот действительно сейчас созревает желание и возможности на то чтобы пойти там как марафон желаний по моему тебя есть да вот и я я просто я вот вот вышла только на пятый день в понедельник ребята вот этот понедельник который у нас был но есть он сейчас это какое у нас число я как-то уже по числам плохо живу если сегодня двадцатая среда то это было семнадцатая да вот хорошо и вот когда я вышла я я наелась своего любимого арбуза коктейль со шпинатом был все но я я я почувствовала что действительно ушли вот эти привязки вот эти вот этот вот эти какие-то наркотические вот эти а во что бы то ни стало что все бросить там наесться набросаться вот вот этот эффект я словила прям два два марафона были подряд там буквально два-три дня у нас было до перерыва два дня наверное всего вот и поэтому марафона значит возможности меня себя и плюс депривации сна но вот депривация сна мне просто далась так легко и приятно что я трое суток только подсыпала буквально один-два раза в сутки по 15 минут вот поэтому мне очень это понравилось плюс как всегда приходят эти волшебные плюшки интересные встречи вообще просто я вот рассказывала на марафоне закрытой группе об этом все это знаешь вот поэтому я не знаю но на самом деле для меня то что я вступила на этот путь и благодаря поддержке вот точно которую ты оказываешь и объяснение которые идут не просто там ну может быть это вот это или что то еще то есть то как прошла уже мне было смело я доверилась и было действительно без опасно для меня была важна должна безопасность потому что учитывая как говорится количество паспортных лет я немного переживала за то что а возможно у меня не те ресурсы а возможно еще что-то вот но так как у нас еще была возрастная девочка 71 года то это было вообще не страшно я я чувствовала себя так серединочки ну вот если я ответила на этот вопрос то вот так что ты делаешь потому что у тебя такое обширно ты столько всего вот этого знаешь может быть и в том числе и за счет этого ты так так технично так экологично и так тактично выводишь людей на их собственный путь и это просто здорово ну практики какие до того до того как я после того как я побегала я перешла уже не в динамику а статику я сертифицированный так скажем вот дипломированный как всегда любят говорить но я больше хочу сказать что я получила образование в индии и именно от индийских мастеров йога вся аюрведа касаемо тела телесно-ориентированная терапия энергии это вот оттуда и поэтому наверное поэтому я начала жить в потоке уже больше десяти лет как я живу в потоке и за счет этого я ну и я никогда не не любила таблетки и у меня родители и бабушка травница она никогда этого у нас не было такого семьи чтобы пакеты с кульки как у многих вот эти с таблетками берут самолеты там поездки вот это все и наверное вот благодаря еще моим вот родителям бабушки которые действительно в общем то всегда жили экологично и был такой всегда такая фраза что операция только если вопрос жизни или смерти вот поэтому хоть хоть как говорится я без операции живу и надеюсь что еще лет 150 проживу тоже без них вот а мне нравится все что касается все что касается тела я через тело начинаю люди ко мне приходят через тело то есть если какие-то запросы какие-то недуги через тело но все больше и больше и больше мои сеансы проходят как консультативно-телесные я вот их называю потому что я еще и кинезиотерапевт поэтому у меня идет с точки зрения как прикладной кинезиологии так и вот кинезиологии есть единый мозг вот поэтому все что у человека как говорится показано на теле мы прорабатываем через за сознание вот и таким образом прорабатываются все и детской родительские вот эти вещи то есть все мы родом из детства у нас все травмы естественно идут с детства и я знакома и проходила многие я уже становлюсь розовая как футболка жарко у нас дали отопление я знакома друзья с такими практиками психологии психотерапии как холотропное дыхание так расстановки по берту хиллингера всему этому я тоже обучалась вот и кроме вот этих образований у меня естественно два классических высших образований но я больше предпочитаю говорить о своем образовании аюрведическом то что было уже получено осознанно вот а в прошлом я математик математик и управление социальной работой управления администрирования я очень счастливый человек мне повезло я работала советом европы сожжалась в англии в германии вот проживала в нескольких странах других вот не буду сейчас их перечислять страны европы вот и собственно опыт этот где я всегда понимала что я могу помочь когда у кого-то что-то случался какой-то приступ там на пляже либо где-то в транспорте поездах самолетах постоянно мои руки мои руки просто сразу же вот этот плюс и минус сразу же помогали людям и потом я стала все время слышать отклики что мои руки необыкновенные так далее я поняла что через меня проходит эта энергия космическая божественная целительная и я всего лишь сосуд через который все это проходит вот и благодаря вот этой скажем я помеченное богом считаю благодаря вот этой вот этой тонкости или как это назвать по-русски благодаря этому дару наверное вот стала открываться еще безусловная любовь то есть все люди которые приходят с людьми с которыми я встречаюсь я говорю но я говорю от сердца если я даже как бы немножко чураю как говорится ругаю да то это идет через сердце это не такое чтобы унизить и оскорбить вот и наверное ты это почувствовала сеточка спасибо спасибо за сердечки джордж но у нас тут швеция я там жила как раз вот отсюда друзья появились там катюша привет спасибо классно и я еще хочу сказать ребят что у нас в закрытом клубе у нас в закрытом клубе все время что-то проходит либо какие-то лекции либо мы общаемся с кем-то либо у нас идет раз в неделю ночь депривации без сна а тут я решила сделать не все могут себе позволить поучаствовать в марафоне и не все могут без поддержки идти на сколько-нибудь сухих дней вот и так как у нас там такая тесная компания и все на одной волне вот я решила что мы с понедельником в закрытом клубе сделаем такой легкий пятидневный марафон с четырьмя днями сухих да и девочки как раз я если не всех успею представить на закрытом клубе вы их уже все узнаете у них у каждого будет день чтобы провести его с вами дать какую-то информацию поговорить устроить болтушку если кто-то захочет присоединиться это будет неимоверная поддержка поэтому если кто еще не присоединился присоединяйтесь к нам закрытый клуб у нас я думаю что мы все время будем какие-нибудь такие вот штучки проделывать у кого нет возможности то может быть он совсем такой будет глубокий конечно как обычный марафон но это будет конечно тоже классно а вот тут еще пишут римма скажите у вас есть канал на youtube у меня есть канал на youtube но я его еще так сильно не прокачивала пока только туда бросаю различные скажем такие скажем маленькие упражнения подсказочки и так далее вот он звучит рима софия вот таким образом я думаю что ребят под этим видео сделаем ссылочку на риме youtube канала ей ничего не останется как его развивать так и есть вот и как раз вот так как раз эту ли я вспомнила о том что из того что когда начинаешь жить потоки идет информация людям все время во время сеансов любых консультация либо это уже с телом мы работаем вот либо просто я людей либо ставлю на гвозди либо укладываю спиной и больными частями на гвозди вот и потом идет тут же информация во время контакта с человеком открывается информация я думаю тебе это понятно потому что ты сама нам уже столько раскрываешь и раскрыла уже больше прокаченная но я стала понимать это просто раньше думала что это мои какие-то но даже галлюцинации так скажем может быть мое какое-то субъективное мнение вот идет информация про человека идут имена вот вчера мы общались я вчера ночевала у подруги в деревне вот и получается что идут имена идет цвет машины если говорят об этом то есть идет вот сразу же информация когда говорится о ком-то и и я я еще раз больше поняла что наверное сухие дни и депривация они дают еще больше вот такое раскрытие потому что я ищу чище действительно когда чистый кишечник но действительно я больше подсоединяя к общему скажем общей базе данных нашего да общего сознания вот и это просто удивительно и вот просто говоришь людям а потом они переспрашивают но не всегда я могу вспомнить тонкости о чем я говорила потому что нужно было тот же момент как говорится фиксировать вот такие вещи я думаю чтобы света ты может расскажешь наоборот а теперь еще ты расскажешь как это работает потому что я могу только вот объяснить вот таким таким образом но вообще замечательно все объясняешь мне кажется что ребята пришли сюда именно тебя сегодня послушать меня они уже слышали миллион раз и тут тебе еще вопрос задали я так понимаю что этот youtube канала глуся задала рима расскажи пожалуйста хоть одно чудо которое происходило над депривацией сна ну я расскажу расскажу в общем было так что у меня есть очень хороший друг в германии и мы давно не виделись теперь года мы не видели с ним потому что и не слышалось уже потому что пару лет как мы потеряли лично я потеряла телефоны у меня прервались естественно контакты вот эти и там тоже каким-то образом все это было потеряно и вот хоть и маленький городок но тем не менее в заведении где я встретила своего друга который приехал в отпуск буквально на несколько дней это было удивительно просто я волшебным образом зашла вообще совершенно случайно потому что я сначала пошла домой потом вернулась чтобы отдохнуть погулять по солнышку в другую сторону и встретив человека в заведении где я вообще туда не хожу и он да скажем так я просто зашел отдохнуть скажем да послушать музыку посмотреть на людей потому что он давно не был на родине и вот это вообще было волшебство когда я подумала что мне показалось что это он и потом когда мы уже разговорились это просто было удивительно он еще заказал в этот момент песню которую он заказывал всегда мне я зашла на этой песни друзья представляете как какой магнит это было все он ну просто вот несколько минут он сидел он просто не верил своих глазам а я там не уже как-то проще я такая стою не не сильно удивительно просто но еще больше когда вот эти моменты складываются вот такие знаете пазлы пазлы цепочечки да вот звенья одной цепи это было просто удивительно я думаю что он до сих пор еще пребывает в этом неожиданном состоянии я зашла где-то вот ну после первого куплета когда он попросил музыканта заказал песню это просто что-то вот это одно из последних скажем чудес которые были у меня но может быть я еще что-то вспомнила по ходу разговора да ребятки задавайте вопросы задавайте вопросы риме меня тут тоже спрашивали у меня был вопрос а проводит ли рима индивидуальные консультации рима проводит индивидуальные консультации да насколько знаю да и вот этим также все контакты рим мы оставим и вы можете с ней спокойно связаться списаться и уже выходить на какие-то дальнейшие взаимодействия по консультациям я может могу благодарю светочка я могу добавить я просто так понимаю что может быть надо сжато говорить поэтому и вы знаете еще друзья когда мы мало кушаем особенно не кушаем не спим то скорость мышления она быстро идет она вот я света говорит я ее уже все поняла и я тут же вливаюсь вот и что еще заметила я сейчас расскажу по поводу консультирования что еще и заметила что вчера когда я была у подруги меня пригласили проводить сеансы вот у нас растянулось время мы за три часа успели столько что наверное наверное за день мы бы не успевали вот я бы в обычном режиме когда я жила я могла день на все это потратить три часа мы наговорились мы сделали одной я сделала одной своей подруги у нас только времени мы пошли гулять и мы смотрим а времени все там восемь часов вот то есть понимаете это просто удивительно время может так сжиматься так и растягиваться вот это важно знать ну и относительной консультацией благодаря значит нашим интересным событиям в двадцатом году все переходили на онлайн и у меня очень многие друзья в европе и поэтому у меня есть клиенты уже в германии вот есть клиенты испании в италии вот и таким образом в общем все через видео все возможно даже чувствовать энергетику даже передавать любые любые посылы чувства человека ну плюс это разве то уже на сети вот этот вот эта эмпатия вот и поэтому но нет 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 предела не 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 в каком скажем географическом расположении нас друг от друга и мысли она тоже мгновенно она передается мгновенно я только подумала мы договорились со своей подругой из астралии что мы будем писать как только подумаем да у нас есть еще первый опыт мы договаривались с другом с алексом из германии вот и мы писали как только подумаем друг о друге мы сразу писали в телеграм сообщение чтобы понять сколько прошло между тем когда мы подумали да и как оно дошло до другого человека вот и было очень интересно где-то было пять минут вот последнее что мы самое минимальное раз как бы разотождествились по времени это пять минут было вот так здорово рим тебе еще вопрос тут такой рима расскажите какое могущество раскрывает йога о йога йога это моя любовь йога это я даже не знаю это это живая сила которая меня вернула к жизни а могу даже заплакать потому что только благодаря йоге я вернулась радости у меня было такое неожиданное расставание с супругом болезненные друзья интересная такая какая-то очень эмоционально и я не знала у меня не было вообще стимула жить у меня не было вот как бы потеряны были все ориентиры вот и полгода я сидела и была в черной депрессии как только я ходила куда-то устраиваться и меня за мне задавали вопрос о семейной жизни замужем ли я я тут же плакал и это было ужасно я не могла никуда устроиться потому что как только этот вопрос нужно было ответить либо что-то касалось немного семьи я тут же вот впадала вот в такой сцене как сейчас очень эмоциональная вот и в общем меня потом подруга из волгограда из волжского я сама туда родом вытащила на один курс курс антистрессовый дыхательный курс трехдневный и когда я первый день прошла первые три часа в этот был курс первый день три часа я подышала там было дыхание очень очищающее сейчас я забегая вперед являюсь инструктором этих курсов я первый раз жизни выспалась за полгода первой жизни мне перестали эти вопросы почему первый раз жизни я отпустила и поняла то это не бросил он меня он меня освободил вот и вот это состояние когда переключение происходит когда пошла уже благодарность то я теперь весь мир открыт что у меня все что я хотела я могу делать потому что но мы жили в таких состояниях что он меня всегда привлекал чтобы я была в системе работала я не понимала почему но я не могла работать системе и вот этот период начал сокращаться до года до полугода до трех месяцев и до месяца и когда я поняла что я месяц еле вытягиваю и для меня это была каторга это просто было но издевательство над всеми скажем телами моими вот я поняла что что-то здесь не то но никто не мне не мог объяснить почему и вот у нас был конфликт в этом плане что я была бесконтрольная безработная скажем так но у меня всегда были какие-то идеи грандиозные я всегда зарабатывала больше чем он вот но и это наверное тоже имела какую-то почву неприятности потому что мужчина есть мужчина должен все-таки чувствовать себя во всех отношениях ну и там вот эти все моменты когда я еще была не цельная я могла недопонимать какие-то аспекты и вот как обычно пространство делает если не хочешь то заставят учиться и меня да я дошла до дна мы действительно я прошла определенный курс где нужно было просто опуститься на дно у меня прям даже такая выпала карта потому что этот курс был глубочайший проводила тоже моя подруга психотерапевт не наша пира из перми и таким образом когда я дошла до дна вот просто нужно действительно туда дойти потому что очень хорошо от от него оттолкнуться потом и вот когда я оттолкнулась от этого дна да но было сначала непросто было вообще непонятно что это такое теперь глядя с высоты и уже прожитых лет прошло 10 лет после того как а вот этот разрыв произошел меня и я уже в другом статусе стала жить и я поняла что это статус свободы свободы не просто там какие-то беспорядочные отношения многие путают вот это понятие а свободы свободы в том что я могу мыслить и и меня поддержат те мои окружения которые я выбрала с которым мне комфортно и которые меня любят и вот это окружение которое поднимает поднимает говорит да давай римма давай и я также кого-то также вдохновляю это очень важно друзья и если вот как говорится вы где-то ощущаете что кто-то вас тянет на дно как кандалы иногда бывают как оковы то наверное нужно пересмотреть свою жизнь свои отношения и идти смело туда куда страшно это я прошла спасибо замолкаю жду вопросов молодеешь тебе тут написали но я благодарю йога да это йога путь к омоложению у меня есть роли кстати там на youtube канале на моем рима софия и там действительно это путь к омоложению перед своим скажем пионерским юбилеем я его сделала летом мне его сделал один друг не случайно очень красивая такая красивый ролик видео где я так и написал и рассказал это путь к омоложению друзья это это время вспять и теперь я могу сказать йога дыхание либо автономия где я вот в автономии вообще забыла про дыхание я уже после 10 лет практик я не делаю его она уже на автомате видимо включается уже этот паралунг как его называют по-разному и так далее вы знаете вот на автономии как органы системы приходят свое соответствие свое талонное состояние так и я не знаю такое ощущение что освобождаясь от вот этой токсичной пищи а и от жидкости которую мы в себя вливаем происходит само собой уже наверное внутренняя йога йога инсайд получается какая-то да потому я потому что совершенно сейчас раньше я бегала напрягалась сейчас все органы системы они приходят порядок я стройненькая пионеристая девочка вот и чем больше я знакомлюсь вот с молодежи тем больше молодежи идет недоразумение несоответствие того они видят и сколько мне в паспорте и меня это радует конечно я очень счастлива что могу быть не знаю как могу быть каким-то примером наверное вот в таком плане чтобы люди не боялись что йога это какое-то страшное такое дело просто ее надо вкусно преподнести я готова на наших депривационных днях готова провести хоть мини хоть макси хоть медиум медиум вот поэтому пожалуйста любой любой размер любой запрос здесь есть у нас вопрос есть опыт сухих дней с подагрой косточки на ногах и на руках ребят я могу сказать что на сухих днях смотрите на косточке у нас идет уплотнение но это уплотнение она идет за счет того что жидкость скапливается в хрящевой ткани естественно когда мы убирали жидкость убираем идем на сухих днях убираем жидкость то эта жидкость у нас она выгорает и косточки они естественным путем они убираются но чтобы этому помочь то на сухих днях я бы рекомендовала делать ванночку для рук и для ног. Как она правильно называется? Магнезия, да, называется? Или магнезия, вот этот порошок, который вот пьют, бывает, внутри, как соль, вот это вот. И сделать вот ванночку вот с этой солью. Она очень-очень хорошо вытягивает на себя вот эту вот жидкость, которая не наша. Вот. И вам будет намного легче. Попробуйте, а потом напишите. Ой, какой хороший рецепт. Я передам его. Магниосульфат, да, это то, что мы пьём. Магниосульфат, да, да, да. У нас вагнезия называется. Класс, класс. У Светланы вообще, ребят, всегда такие простые, действенные рецепты. Я тут с Лаврушкой хорошо подружилась, с Лавровой, с Гвоздикой подружилась, на депривации, на вот как раз в марафоне возможности себя. Это просто вообще. Кто бы мог подумать, вот всё это есть в обиходе, а использовали только для кухни. Спасибо за комплимент. Я вижу, спасибо большое. И тут ещё, Римочка, тебе вопрос. Римма, в двух словах, что даёт человеку доска с гвоздями? Да. Хороший вопрос и такой короткий ответ. Доска с гвоздями даёт в первую очередь понимание момента здесь и сейчас. Потому что ни о чём вы не сможете думать, когда встанете на гвозди. И второе, это, конечно же, сопутствующий, одновременно, это самый лучший массаж в вашей жизни, самый быстрый, самый лучший, самый эффективный. Потому что как раз все каналы прокачиваются. Вот вчера я тоже стояла на гвозди, уехала с гвоздями. И, вы знаете, просто вообще женщина, у неё болели ноги, и очень долго болели ноги, там, не знаю, ну, может быть, лет 20 и так далее. Всё. И вот когда я делала дальше уже телесную терапию после гвозди, она постояла буквально секунд 20. И это тоже прекрасно. Вот. И потом уже легче идёт любая техника массажа, да. У меня энергетический, больше массажа точечно-аккупунктурный. Вот. Мармотерапия. Кто знает, кто в йоге, знает, что такое мармотерапия, аюрведические, а сеансы это, да. И вот я хочу сказать, что гвозди это делают просто феноменально. Очень быстро все каналы проходят. То есть пока информация доходит до мозга, что это больно, в этот момент идёт хорошая проработка, прокачка. Ну и я хочу сказать, что гвозди анатомические, с которыми я работаю, они немножко отличаются от садху, потому что у них как раз эффект непривыкания, нетерпения, вот как садху Терпилова, да, вот сама здесь, они подвижны, они гуляют, наклон у них есть 3-4 миллиметрика, они такие по кругу как бы, куда вы наклоняетесь, туда и гвоздики наклоняются. Вот. В общем, я их считаю, что они живые, я с ними разговариваю, я могу вам их показать, конечно, ну, ладненько, дело не будет. Если они не далеко покажу, я вот ни разу не их делаю. Я сегодня на них лежала. А, так все. Ой, знаете, ищу гвозди, а сама поставила ноутбук на, как раз-таки, на гвоздики, чтобы вам показать. И второй раз пошла их искать. Ну что ж, вот они, мои хорошие. Да, ну, эти гвозди у меня от моего наставника, от Саши-брата. Все знают, наверное, его многие. Он вместе с Дмитрием Лапшиновым. В хорошей дружбе они такие, два великих мастера. Вот. И благодаря пандемии я вышла на Александра, познакомилась с ним, и вот они вот такого плана. Они в виде Самсунга. Это одна ножка, это другая ножка. Вот. Они разных бывают размеров. Это маленькие, они такие миниатюрненькие. Они вот гуляющие. В общем, я их провозила до Египта даже, друзья. Я их в ручной кладе всегда провожу. И потому что, если там будут смотреть, они всегда же смотрят, что такое острое. Представляете, как только меня спрашивают иностранные, я говорю, это моя терапия. Это моя терапия. И становлюсь, раскрываю, становлюсь босиком на гвозди. Я даже танцую на них. Вот. У меня там видео есть, кстати, на Ютубе, где я танцую на гвоздях. У меня там есть друзья, когда мы гуляем летом, они на скрипке играют, на других инструментах. А я всегда танцую с ними в курортной зоне. У нас горячий ключ, очень красивые места. Светочка, скоро приедешь, да? Да. Попробуемся, наверное, делаем. Не знаем, как Рима будет в городе или нет, либо она уже у нас будет в другой стране, но планируем, если что, на зимние каникулы сделать тоже какую-нибудь встречу, какой-нибудь сатсанк, ретрит как раз вот в этом вот курортном городке. Послезавтра все сложится, будет известно, пустят ли меня куда-нибудь и нужно ли будет ехать. Будет в любом случае замечательно. Да, я тоже так думаю, я даже не переживаю, я думаю, куда же я собралась, у меня столько еще дел здесь вообще, в России, вообще столько интересного. Вот. Ну, в любом случае, я буду с вами всегда, да. Так, вот еще Рима, вы потрясающе красивы, очень интересно вас слушать. Благодарю. Я немного сегодня волнуюсь, мне даже жарко почему-то. А расскажите о кундалини, да, это уже последующий вопрос, или я перелистнула? Да, да. А кундалини, как таковую йогу, я не веду. У меня аж решили йога направление, искусство жизни, была моя стартовая площадка в йоге. Вот. И потом я перешла уже на женскую йогу, женские практики. Мне больше интересует это, потому что я была очень тогда, в прошлой жизни, очень такая, у меня много было мужского, я была руководителем, я все время рукой водила, я была строгий руководитель. Светочка это знает, тоже уже отмечает. Вот. И мне надоело быть. Я поняла, что я выхожу из своего какого-то естества. Что-то происходить стало, когда я стала звать уже на тренинги, которые я организовывала на Севере, я была организатором, когда я решила опознать себя, я стала организовывать и звать ведущих специалистов со всей страны к нам туда, в Фантомансийский округ. И вот когда я стала понимать, что в женском состоянии комфортно, потому что это моя истинная природа, после этого вот пошла моя трансформация. И мне перестали ходить на йогу мужчины, потому что я более женское стала давать, у меня какие-то, видимо, мягкие пошли вот эти движения. Вот. И мы вот стали проводить вот такие женские круги и так далее. Много всего. Вот танец мандала сегодня я вела на канале, тут у нас с волонтёрем, мы на Телеграм-канале, в Телеграм-чате. Вот. И таким образом всё как-то... И кундалини, она само собой случается, кундалини-йога, когда мы танцуем, танец мандала и так далее. Мне знакомы эти практики, у нас очень много общего. Вот. У меня такая, знаете, йога мягкая для того, чтобы любой человек с любым физическим, даже неподготовленным состоянием мог сделать и получить эффект. Потому что она заряжает, хорошо настраивает на новый день и так далее. Ну, я знаю, что мне преподнесли её очень вкусно, и я не могу, если меня научили вкусно преподносить, я её также вкусно преподношу, потому что это как моя вторая, третья мама. Я не знаю, как сказать. Йога для меня — это моя мама. Правда. Она меня сохранила, она меня выслушала, она меня спасает, и она всё время со мной. И я очень благодарна, что я знаю, я не знаю, как сказать, что природу йоги я хотя бы, насколько могу, познала. здорово. Здорово. Ребята, задавайте ещё вопросы, присоединяйтесь к нам в клуб, у нас будет очень интересно. Там такие замечательные люди, поэтому я думаю, что мы там повеселимся. Да, вы знаете, в клубе там смотрю, столько ребят пишут интересных, ребята самостоятельно уже заходят на сухие дни, на депривации, по-моему, тоже. Ну там вот я смотрю, Артём, Марк, такие умнички. Я смотрю девочки уже, многие с опытом. Тоже очень приятно всех видеть, и хочется, чтобы, да, каждый смог рассказать о себе в таких же эфирах, потому что одно дело быть спикером, либо ещё как-то, а другое дело тоже хочется послушать, посмотреть, порадоваться вместе с вами. Да, потому что опыт у всех абсолютно разный, и он настолько интересный, настолько познавательный, и в каждом опыте каждый что-то найдёт своё. Это очень важный момент. Поэтому не стесняйтесь, ведитесь опытом, и мы с удовольствием будем показывать ваш опыт. Это здорово. Какой хороший вопрос, Светочка. Как у вас с холодной водой? Ура! Ой, я обожаю холодную воду. Я, у меня, знаете, у меня уже, я вообще морж в прошлом, а когда я жила на Хантамансийском округе, первый мой заход в воду был при минус 43. Минус 43, февраль месяц. Вот. И наш ребёнок, Тимофей, сейчас ему уже 18, ему было тогда около двух лет, он ходил в садик, это только-только пошёл, мы его отправили в год и восемь. И первый вопрос, когда мы его стали спрашивать после того, как он с нами получил опыт, вот этот ледяной воды в проруби, мы ему говорили на крещение, когда не совпадал выходной, крещение там 19 января, как обычно, и мы ему говорим, Тимофей, ты пойдёшь в садик или пойдёшь в прорубь? Он ещё плохо говорил, он говорил, в плолупь. В плолупь. Вот. Поэтому мы там засветились. Так. А померзься в горячей ванной. Сейчас минуточку дорасскажу. Вот. И я моржевала 8 лет на севере, пока не уехала. И потом здесь, конечно же, как-то этот вопрос забылся. И как раз-таки на автономии, когда проходят сухие дни, когда стало изнутри жарить, моё тело просто побежало в речку, чтобы искупаться. У нас тут хорошие такие горные речки, да, Света? Вот. И в озеро. Поэтому я купаюсь. Но сейчас не каждый день, скажу по-честному. Но я с радостью. Я не могу уже мыть руки никогда. Я горячей водой не мою. Я стараюсь заходить в прохладный душ. Я не переношу горячую воду вот так, чтобы, знаете, но понежиться, когда у нас тут не было отопления и на депривации, когда меня морозило, да, тоже святое дело. Тоже есть такое. Здравствуйте всем, кто у нас прибыл. Задавайте вопросы. Если вы ещё меня не знаете, конечно, может быть, и не просто будет. Вот. Я просто думаю, может быть, ещё какой-то случай у меня есть. Но у меня, знаете, у меня вся жизнь, как я повторюсь, я считаю, что я точно помеченная Богом. И у меня, знаете, когда я не знала, как управлять энергиями, то у меня, если было плохо, то хуже некуда. Вот. Ну, если хорошо, то я поднималась до небес. Вот. Сейчас я понимаю, что всё можно регулировать, вплоть до погоды. Вот. Можно делать погоду, тучки разводить, там, мыслями, не то, что там, руками. Вот. Как у меня есть один знакомый здесь, он говорит, непростое дело небо держать. вот так и здесь. Поэтому очень-очень хорошо. Мне нравится в автономии, что у меня уравновешивается, уравновешивается всё, не только, там, моя нервная система и так далее. Перестаёт желание куда-то спешить, и что где-то чего-то не хватит. То есть вообще это всё ушло. И люди, которые вокруг, они тоже становятся малоедами. Очень интересные, такое, заразительные, скажем, какие-то вибрации, заразительные. Люди вокруг меня, если не сразу, бывает, что сразу, то хотя бы там через несколько дней они начинают говорить, что слушай, что такое, мне не хочется уже это кушать и так далее. Вот такие вещи происходят. Есть такое, Света, у тебя тоже, да? Да, конечно, есть, да. Вообще, просто. Словно, уходит, потому что, ну это, это все, энергетика у нас всех всё равно одна. Я это очень чётко отслеживаю по своим детям, потому что у меня дети, как бы у нас нет дома культа еды, вот, и у нас они как-то так, если что-то вкусненькое, ну дети, есть дети, вот, а так, чтобы что-то съесть, там, завтрак, обед, ужин, у нас такого нет. Это так? Если хотели, пришли, покупали и всё. Так классно, да. А твоим детям, они у тебя где-то 8 лет, да? 9 и 14. О, 9 и 14. И кто меньше кушает? Меньше кушает старший. Старшего заставить очень сложно. Вот, но младший, если заигрывается, то он забывает поесть, бывает только перед сном придёт, там что-нибудь покушает, вот, а так, старшего практически не заставит. Но он у меня уже такое, он у меня с удовольствием и в депривацию идёт, он с удовольствием у меня и на сухих днях остаётся. Вот, сутки для него, это как бы норма на сухих днях. Это уже для него не проблема. Умничка, умничка. А у меня, кстати, два сына тоже, только 30 и 18, да? Про маленького я же рассказала. И вы знаете, старший сын, когда приехал в мае в гости со своей девушкой ко мне, вот сюда, на месяц отпуска, он на второй день, удивительно, ну я как мама в прошлом, я там всё им сделала, была и крошка, и борщ, и были пирожки, и блины, ну в общем, всё сделала. Думаю, ну я же не буду их это, оставлять голодом. Включила даже холодильник, потому что пришлось накупить продукты для них. Вот, и вы знаете, и когда сын, меня, он же всё это наблюдал за мной, понимаете, все вот там 8-9 месяцев он за мной наблюдал, и он всё смотрел, потому что я присылала в этих группах, где вот мы в чате, телеграммах, телеграмм-чатах, и знаете, и он на второй день ещё уточнил кое-что про клизму и что пить, ну например, магнезию, я ему магнийсульфат объяснила, сколько грамм, на сколько веса, вот, и всё, и он, представляете, в конце второго дня пребывания говорит, я зашёл на 7 дней сухих, и он 7 дней, друзья, не ел, не пил, а девушка всё кушала и пила, вот это вот сила воли, мне было очень приятно, то есть это вот, видимо, мой пример такой заразительный, было очень приятно. Ну, у нас время заканчивается, и вопросики пошли, так, давай ещё, Римочка, ответь, пожалуйста, как складываются отношения с близкими относительно автономии, но мне кажется, уже Рима практически ответил, если есть ещё что ответить, сейчас сразу же второй вопрос. А есть теория, 100 калорий в день, так. А, насчёт калорий, я с ними никогда не дружила, честно говорю, у меня, Бог милый, но поэтому дают еду равную 1000 калорий, организм воспринимает, как голод, ваше мнение. Голод же начинается после 50 часов, друзья, поэтому всё, что до 50, это пищевая пауза. Можете расслабиться и не бояться этого. Вот, по крайней мере, 36 часов паузы, это для вас реально, то есть с 6 часов, например, вечера сегодняшнего дня, в следующий день у вас полностью пауза, и только на третий день, если сегодня считать первый день, второй день паузы, и только на третий день вы кушаете спустя вот от этого момента, от 6 часов, отсчитайте 36 часов, из них вы спите, часов там 7, может быть, то вам всего-навсего нужно воздержаться одни сутки, найти занятия и в этот день сделать интересным все дела, встречи, разнообразить так, чтобы не надо было где-то встречаться в кафе и всё остальное. Вот, каскадное голодание, да, каскадное голодание я вам тоже бы посоветовала, приветствую, потому что оно более мягкое сначала, да, день кушаешь, день не кушаешь, потом 2 дня можно кушать, не кушать, это прекрасно. Вот, а относительно... Такой момент, так как мне много лет, вот на это даже не рассчитывайте. У нас такие девочки проходят в марафон, и знаете, вот 75, ближе к 80, это ещё не возраст, я вас уверяю, поэтому не нарвайтесь на комплименты. Да, но мне 55, я скажу, чтобы вы не расстраивались, да, и я считаю, что всё ещё впереди, и у меня есть девочки на йоге, которые приходят в 65, а в 71 выглядят со мной на одно лицо. У меня даже есть фотографии, как-нибудь размещу. Теперь буду больше размещать в Инстаграм на эту тему. Ребята, я правда запала на вот эти моменты, и я никогда не думала, что я откажусь от еды, поэтому я думаю, что кто новички, наверное, вы сейчас так думаете, что они ненормальные, это исключение из правил. Поверьте, нет. Когда вы поймёте, как это работает, и когда отождествитесь с этим телом, и с этими, кто это хочет, да, Светочка, как-то у нас всё время, кто это хочет, кто это просит, вы поймёте, что действительно в мире столько есть интересного и прекрасного, на что можно своё время уделить, внимание, а не на приготовление, не на мытьё тарелок, и потом ещё, как говорится, я говорю, интересно, как складывается, мы тратим время для того, чтобы заработать деньги. Мы тратим деньги для того, чтобы что-то купить. Мы тратим снова время, чтобы это приготовить. Правда? Потом мы тратим опять время и деньги, чтобы это даже из нас вышло, потому что тоже это всё водой надо смывать и так далее, и там подобное, да? А потом мы тратим ещё деньги и время на то, чтобы лечиться после этого. Это откуда? И потом переживаем, что у нас не хватает времени и денег. Да-да-да-да-да-да-да. Это просто парадокс какой-то вообще. Так что вот, друзья, я думаю, что это будет хорошее завершение, Светулечка, да, если нужно будет уже. Да-да-да. Я, Римочка, тебя благодарю, я благодарю всех, кто был с нами в эфире, я благодарю всех, кто будет смотреть в записи этот эфир. Задавайте вопросы, все контакты мы оставим, и присоединяйтесь в клуб. Пойдёмте в клуб. Да, в клубе там вообще. У нас что, 500 рублей в клубе, да, Светочка ежемесячная? у нас такая чисто абонентская оплата небольшая. Понятно, что это инотехнические какие-то, ну, об этом мы не будем говорить. В общем, да, 500 рублей в месяц. Я думаю, что это для всех потильное, это в ресторане чашка кофе, по-моему. Маленькая, да, маленький обмен энергией, да, и какой-то сухой кроссов. Да. Всем пока-пока, дорогие. Рада была всех видеть. Спасибо. Всего доброго. Всех обнимаю, ребят.